Белый медведь. Это хищник, который уже стал символом меняющегося климата. К сожалению, вскоре он может стать его жертвой. По последним данным, в мире насчитывается от 22 тысяч до 31 тысячи белых медведей. До недавнего времени их численность сокращалась из-за интенсивной охоты, но, к сожалению, сейчас главной угрозой их исчезновения является изменение климата. Потепление ежегодно вызывает потерю льда на карте Арктики. Это происходит такими темпами, что к 2040 году единственным местом обитания этого хищника, вероятно, станет Гренландия и север Канады. В настоящее время там проживает две трети численности. Через 20 лет мы можем не встретить медведя на севере Норвегии, в России и США. Однако не нужно два десятилетия, чтобы увидеть негативные изменения в популяции белых медведей. Их рождается меньше, и они недоедают. Тающий лед дает медведю большее расстояние, чтобы перемещаться между сушей и тюленями, живущими на льду, которые их кормят. Это означает, что даже такой отличный пловец не может добраться до берега. К сожалению, проблем больше. Как говорят некоторые ученые, белые медведи становятся все более и более наземными, что вызывает конфликты с людьми. Уже известно первое скрещивание белого медведя и медведя-гризли. Исследователи также подтверждают, что увеличивается число конфликтов медведей с людьми. В одной деревне, расположенной на восточном побережье Гренландии, с населением 450 человек. Только в прошлом году с августа по декабрь произошла 21 встреча с белыми медведями, 10 лет назад. Было 9. Медведи вынуждены искать пропитание на суше, они все чаще появляются в населенных пунктах. Была создана специальная организация с целью защиты жителей от возникновения опасных ситуаций для людей, передвигающихся по дороге в школу или на работу. Сотрудники в осенний сезон выезжают в первую очередь с целью проверки до открытия школ. Как говорит один из сотрудников Б. Окснеберг. Горожане говорят, что патруль дает им чувство покоя. Мы также защищаем медведей от стрельбы в целях самообороны. Однако он добавляет. С одной стороны, мы рады, что патруль работает, но с другой стороны, мы сожалеем, что он так загружен. Это показывает, что проблема голодных белых медведей в местах обитания людей. Будет продолжать расти по мере уменьшения объема льда. Еще в 1902 году Международный союз охраны природы внес медведя в Красную книгу как исчезающую разновидность. Как спасти белого медведя? Прежде всего мы должны осознать, что цивилизация и деятельность, к которой мы привыкли, оказывают влияние на нынешнюю ситуацию. Недостаточно защитить медведя в местах его обитания, люди несут ответственность за его выживание. Едете в кинотеатр на машине вместо общественного транспорта, не выключаете лишний свет, значит, в атмосфере больше СО2. Таким образом, не осознавая этого, мы способствуем уничтожению белых медведей. В свою очередь эксперты по климату и энергии подчеркивают, что мы выбрасываем в атмосферу более 36 миллиардов тонн СО2, и изменения последних лет начинают быть катастрофическими. 2020 год характеризуется рекордно малой площадью льда, а площадь его зимнего покрытия уменьшилась на несколько процентов с 1979 года. Необходимо глобальное сокращение выбросов парниковых газов. Люди должны осознать, насколько важно снизить глобальные выбросы газов не только для этого вида, но и для всех живых существ на Земле. СО2 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 Субтитры создавал DimaTorzok